здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы будем настраивать стек на коммутаторах huawei сделаем мы это несколько необычным способом потому что я бы хотел проверить некоторые вещи так у нас есть четыре коммутатора 5731 мы соберись соберем из них кольцевой стек технологию хв напомню называется ай стек это не что иное как обычное стыкирование единственное для стыкирования можно применять обычные порты оплинковые которые там есть в данном случае это 10 гигабитные порты xg и какие здесь будут особенности у нас будет четыре члена с номерами 0 1 3 4 ну как то второе как-то случайно пропустил не буду уже менять слайд из-за этого соответственно приоритеты будут являться 200 у мастера он будет являться мастером стеком запасной мастер у нас будет с приоритетом 150 и по 100 будут у нижних членов и в принципе эта настройка будет автоматической теперь по поводу именования портов когда мы будем настраивать сами стековые порты а их всего логических два вот и имена их вот обозначены после того как стек уже соберется да то есть 0 1 0 2 1 1 1 2 соответственно 32 31 и 41 42 особенностью в данном случае будет являться то что мы соберем порты между коммутаторами горизонтально из двух частей то есть в один логический порт для стекирования будет входить сразу два порта при этом на самом коммутаторе не нужно собирать никаких линков ласипи не надо их ни в какую агрегацию собирать вручную нужно просто добавить в логический порт и вторая особенность которая здесь есть данном случае у huawei это то что номера вот этих логических портов с двух сторон коммутаторов должны быть разные то есть если с одной стороны она единичка с другой стороны порт должен быть 2 если вы их соедините один в один и например два в два то он выдаст ошибку стек собираться не будет но тут еще будет полезным фактом то что такая же история происходит с коммутаторами h3c которые тоже на самом деле очень сильно связаны с huawei ами вот история ровно такая же это что касается самой логики сборки какие еще особенности здесь хотелось бы отметить по поводу самого действия ну то что у нас структура стека кольцевая я уже упомянул официальное требование документации говорит о том что мы должны настроить эти свечи по отдельности выключить их все соединить оплинковые кабели и после этого включить и они поднимутся соберутся в стек в принципе я так пробовал так работает но интересно попробовать другое сейчас порты все все четыре порта выключены погашена не с двух сторон с обоих коммутаторов и мы попробуем настроить каждый из них в отдельности и в последний момент мы подымем порты и пустим и фрибуты будем их так по кругу уводить фрибута в результате я думаю все таки у нас получится их все перезагружить перезагрузить с новыми стековыми настройками и посмотреть как они соберутся в стек но насколько это там получится посмотрим в ходе этой работы наш коммутаторы находятся здесь на четырех экранах консолей сейчас у них разные имена но естественно после сбора стека не захватят имя мастера приступим конфигурированию нашего мастера до коммутаторы немножко преднастроены у них выключены интерфейсы управления у них настроенные сис имена и у них настроена аутентификация на консоли больше никаких настроек на них соответственно не производилось для начала зададим приоритет нашему первому коммутатору это мастер и соответственно его приоритет будет 200 далее настроим его порты интерфейс стек порт 0 1 это соответственно порт который у нас будет смотреть в сторону соседа нас предупреждают о том что мы можем потерять управление и еще что-нибудь окей мы его добавили теперь будем конфигурировать вторую часть порта и вот теперь для того чтобы нам собрать блок из двух из двух сразу портов соответственно мы добавим сюда третий четвертый порт 3 и 4 для того чтобы просматривать конфигурацию стека необходимо пользоваться команды дисплей стек configuration вот мы здесь видим что у нас номер члена 0 приоритет у него 200 соответственно в порты добавлены вот следующие следующие элементы да кстати вот эти логические порты можно выключать прямо вот и в том числе из этого интерфейса то есть можно давать команду интерфейс стек порт 0 0 и например шат да то есть его можно прямо отсюда выключить то есть принципе он тоже должен выключаться да нет отсюда можно выключить непосредственно физические интерфейсы да но команда аналогично действует как и выключение включения самого физического интерфейса поэтому мы пожалуй пока воспользуемся самой настройкой физики давайте подготовим l32 давайте пожалуй зададим тогда приоритет а затем проведем смену его номера ну и также нам необходимо настроить порты интерфейс стек порт 01 я пожалуй обращусь к схеме порт 01 соответственно будет соответствовать интерфейсом 34 добавляем вот эти два порта напомню что они соберутся у нас включился почему-то порт 004 добавляем аналогичным образом 4 порт ну и надо необходимо настроить интерфейс 02 это соответственно интерфейс который у нас будет смотреть вот сюда вот вниз сюда мы добавим интерфейс 01 проверим конфигурацию да действительно все бьется будет переименование в единичку и по настройкам портов у нас тоже все верно здесь порты пока 01 и 02 но после перезагрузки соответственно приобретут имена 1112 пойдем настраивать коммутаторы l2 по схеме стек слот 0 в номер в троечку и опишем порты интерфейс стек порт 2 добавим интерфейс соответственно xg01 ну вот не удался наш эксперимент потому что я смотрю что все-таки какие-то из портов оказались включены и коммутаторы ушли в перезагрузку до настроим тогда свл 2 2 стек слот 0 в номер так для второго коммутатора у нас для первого порта это будет 001 порт интерфейс xg001 enable видимо все таки во время выполнения операции варни во время выполнения операции настройки портов он и все-таки включает физически даже если они были выключены поэтому наши коммутаторы уходят фрибут и и пытаются собраться в стек и так действительно они у нас собрались по приоритетам единственная мастера у нас захватил наш коммутатор svl 32 то чего общем то я не ожидал странно наверное просто можно пустить в ребут чтобы справиться с этой историей чем эксперимент не удался оказалось что при операции выполнения операции добавления физических портов стековые порты даже если они были выключены они поднимаются и в результате стек собрался не совсем так как я этого ожидал поэтому мы сейчас перезагрузим стек и добьемся того чтобы он собрался с теми с тем мастером и бэкапом который мы указали в схемах давайте посмотрим прогрузился наш секс снова я подозреваю что не все порты работают дисплей стек если мы внимательно посмотрим то видно что у нашего второго коммутатора не переименовался не переименовался блок но можно это сделать не успел переименоваться тогда наш блочок 2 и дисплей стек давайте мы еще и переименовался ставим зададим такой вот и больше нам остальные свечи не понадобятся теперь мы будем работать непосредственно с ним и так наш стек к нам вернулся и теперь наконец-то можно видеть что все собралось так как мы задумывали но еще раз скажу что раз вы будете ставить такие же эксперименты то советую вам соответственно собирать эти конфиги физически отключать интерфейсы и включать их уже по готовности настройки всех коммутаторов чтобы они все разом там были выключены и включены чтобы он корректно собрался сразу потому что иначе можно поймать какие-то такие не очень приятные ситуации прямо на рабочей сети стек продолжает прогружаться добавляет интерфейс и сейчас дождемся это конца этого процесса дисплей стек configuration так посмотрим какие порты мы не успели добавить порты 01 порт 02 соответственно вот здесь два линка первый у нас член стека соответственно порт 112 порта 12 это один порт теперь что касается третьего члена получается у нас здесь только задействован один из портов по 10 двойному соединению и и еще необходимо также настроить 4 да то есть с ними не все в порядке поэтому мы интерфейс стек порт мы сейчас до настроим у нас порт 31 соответственно не настроенный в порт 31 нам нужно добавить 0 0 3 0 0 4 соответственно 303 304 и 304 и в порт 32 порт 32 у нас добавлен один порцию верно и для четвертого порта 41 нас добавлен 42 необходимо отконфигурировать соответственно 42 и в него будут добавлены порты соответственно 404 и 403 кстати во время работы стека их можно добавлять убавлять включать выключать то есть если это делать аккуратно используя команду шатдаун интерфейс прямо здесь блоки стек порта то да еще есть такая интересная особенность но наверное про нее расскажу в конце по поводу разбора стека так вот теперь пожалуй наша конфигурация должна быть верная и основные команды по проверке дисплей стек соответственно вот он наш стек дисплей стек порт дисплей стек порт где видно как работают наши порты вот тут хорошо заметно что для порта 02 мы используем два линка для порта 11 тоже два линка для порта соответственно 31 мы используем два линка вот у нас пор 31 и для порта 42 тоже используется два линка одновременно естественно если мы положим один link то стек не развалится он продолжает работать он просто пропадает из этой таблицы и еще дисплей стек пир дисплей стек пир да вот он нам показывает как будут связаны наши члены стека каким образом через какие порты да то есть если он считает что порт 0102 это порт 1 2 соответственно так для каждого члена дата здесь уже отображается взаимосвязь через логические порты чтобы хотелось обсудить но наверное частая история когда удаляют вот этот стек порт не удалив из него интерфейс потому что если у час посмотреть на интерфейса из гигабит 404 его в системе скорее всего не будет дисплей интерфейс наверное лучше сразу отфильтровать его но нет он есть но работать мы с ними сможем до 404 порт то есть если зайти в него в интерфейс g404 если попробовать здесь что-нибудь настраивать вроде порт link type то есть мы не сможем здесь давать привычные нам команды он не будет их воспринимать до тех пор пока мы его не вернем в обычные порты а вот тут вот интересный есть момент когда мы разбираем стек если мы можно но по крайней мере я видел в некоторых на некоторых железках когда удаляли логический порт дисплей стек комф когда удавалось например удалить порт из стековой конфигурации целиком вот этот интерфейс так порт 11 а давайте может мы попробуем это проделать почему бы и нет у нас есть такая возможность я сделаю команду анду стек порт ну давай давайте например вот 3 дробь 1 или 4 дробь 2 да вот наверно 4 дробь 2 на работ наиболее удобный анду тогда интерфейс до интерфейс так порт ну не получается у здесь сделать таким образом давайте тогда просто вернем наш один из портов в нормальную в нормальную работу да например xg 004 соответственно если зайти в настройку интерфейс стек порт например 4 дробь 2 и удалим порт например 4 из его работы до соглашаемся и скорее всего нам не даст этого сделать потому что порт не как бы не выключен тогда придется дать команду shutdown интерфейс xg 00004 404 вот она выключит и вот теперь мы сможем его удалить из стека после этого после этого соответственно можно зайти уже в порт интерфейс xg 00404 404 он должен кстати быть состояние выключен можно это проверить да действительно он в шатдауне но зато теперь мы с ним можем работать как обычно с нашими командами типа link type и так далее вот пока мы его не вернем через эту процедуру порт соответственно к нам не вернется как обычный там транковый ли акцессный порт uplink то есть он будет читать что он стековый и я видел ситуации когда удавалось удалить логический порт или он пропадал при этом операция не была выполнена с физическим портом и он не возвращался в систему как обычно и работать с ним было не так удобно общую конфигурацию по настройке я приложу к ролику как обычно то есть опять же не удалось мне бесшовно их загрузить перезагружая да то есть оказалось что порты все-таки поднимаются по мере настройки по мере добавлений флагический порт для стека и история не получилось но я пробовал делать это и на железках которые были у которых были отключены порты там все это сработало наиболее корректно поэтому не экспериментируйте наверно как я делайте по инструкции до собирайте стек выключив все коммутаторы и подсоединив их через настроенные стековые порты еще раз выведу общий конфиг и на этом пожалуй будем заканчивать спасибо что смотрели оставляйте ваши комментарии мы будем продолжать с некоторыми l2 фичами коммутаторов huawei там будет несколько интересных вещей спасибо до свидания